Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого мытищенского итоговая программа. Меня зовут Юлия Федериненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. Начнем сегодняшний выпуск с главной темы не только недели, но и, пожалуй, месяца. На уровне муниципалитетов и регионов в топе новостей нововведения в системе обращения с мусором. Меньше чем через две недели на территории Подмосковья начнут действовать новые правила сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Что сделано для того, чтобы переход от теории к практике был безболезненным? Что еще необходимо предпринять? Эти вопросы регулярно обсуждаются и на местах, и в центре региона. Так, накануне в Московской областной думе состоялись парламентские слушания. Подробности расскажет моя коллега Надежда Трифонова. Многие жители Подмосковья, в том числе мытищенцы, уже собирают коммунальные отходы в два ведра. В одно пластик, стекло и бумагу, в другое все, что не может быть переработано. С 1 января 2019 года такой порядок на территории региона станет обязательным. Вместе с тем изменится подход к вывозу и утилизации ТКО, возрастет стоимость услуги. Разумеется, у потребителей есть вопросы и немало. Московская областная дума – одна из площадок, на которой их можно обсудить. И вот первый вопрос, с которым, к слову, согласилась добрая половина зала. Стоит ли вводить новый порядок на территориях тех муниципалитетов, где уже налажен раздельный сбор ТКО? Ответ категоричный. Масштаб нового предприятия не позволит кому-то действовать обособленно. Достаточно серьезное изменение системы обращения с отходами. На самом деле, технологическая революция, социальная, технологическая, которая, в общем-то, должна, на самом деле, Московская область, даже по всей Российской Федерации, перестроить всю систему с тем, чтобы за 3-4 года пройти тот путь, который, в общем-то, вся Европа, Америка, Азия проходила за 10-15 лет. Московская область станет пионером в этом деле. В будущем опыт Подмосковья поможет встать на новые рельсы всем субъектам Российской Федерации. Понятно, что у нас самая сложная ситуация в Российской Федерации, в нашем регионе Москва, Московская область, значит, скапливается 20% подходов всей Российской Федерации. Это порядка 11 миллионов тонн. Вся технология, которую мы строим, и которую я сейчас буду отладывать, соответственно, полностью обеспечит утилизацию современной тех отходов, которые есть. Сегодня на территории Московской области, в Зарайске, Рошале и Серебряных прудах уже построены и работают три современных комплекса по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Всего в Подмосковье планируется ввести 16 таких предприятий, в том числе 4 мусоросжигательных завода, которые попутно будут вырабатывать электроэнергию. Таким образом, планируется уменьшить объем захоронения ТКО как минимум в два раза. Причем в этой части более не будет органики, которая вредит окружающей среде и создает проблемы для жителей муниципалитетов, прилегающих к полигонам. Сегодня предусматривается технология компостирования, когда вся органика выгорает под мембраной в безопасный грунт и может быть используется в дальнейшем в городском хозяйстве для водоустройства, для революции тех же полигонов и так далее. До сих пор есть вопросы у представителей муниципалитетов и к региональным операторам, компаниям, которым поручено организовать процесс сбора, вывоза, обработки и экологически безопасного захоронения отходов на территории Подмосковья. Не все успели заключить соответствующие договоры, не везде есть специальные контейнеры, необходимая техника. А как обстоят дела в Сергиево-Посадском кластере, в который входит городской округ Мытища? Наша стратегия на вход с первого числа основывается на том, чтобы мы максимально сейчас задействуем те ресурсы, те силы по мусоровозящим компаниям, которые есть сейчас на территориях. Это либо какие-то объединения, ассоциации, либо крупные игроки, которые работают на этой территории. И мы им позволяем также работать, привлекать субподрядчиков, которые будут на первых порах помогать им осуществлять эту деятельность. В городском округе Мытища такой палочкой-выручалочкой станет АО «Спецремтранс». Будем надеяться, что, по крайней мере, в городе Мытища, на сельских территориях, нам все-таки удастся удержать ситуацию, не свалиться в штопор неуправляемый абсолютно, удастся не допустить навалов бытового мусора. Сегодня на территории муниципалитета работает специальный штаб. С помощью этой меры договорными отношениями охвачено 95% многоквартирных домов. В отношении остальных, а также собственников нежилых помещений и торговых предприятий ведется разъяснительная работа. На втором месте в нашем рейтинге новостей – Мытищинские бобры. Уже не первую неделю их судьба беспокоит жителей округа и привлекает внимание специалистов областного и федерального уровней. Жители прибрежной зоны нередко видят бобров в непривычных для них условиях. Кто-то предлагает переселить их в заповедники. На этой неделе специальная комиссия Министерства экологии и экспертов-зоологов исследовала условия проживания бобров на берегах Яузы после проведения реабилитационных работ. К какому выводу пришли специалисты, расскажет наш корреспондент Сергей Берзин. Первые морозы – первые испытания. Животные должны адаптироваться к низким температурам. Даже неприхотливые утки, кажется, ко всему привыкшие, но и они поеживаются на первом морозе. Но хуже всего, если нарушаются норы, в которых можно укрыться от более сильных холодов. Сегодня по-настоящему первый зимний день. Температура воздуха ниже 10 градусов. Как себя чувствуют животные, мы видим. Но особое беспокойство вызывает положение дел вокруг бобровых нор, потому что многие из них нарушены. И сейчас бобры нуждаются в поддержке, нуждаются в защите. Такие заградительные зоны появились недавно. Там за ними как раз бобровое лежбище, хатка, которое строится, конечно, не один день. И потерять ее, значит осложнить жизнь, особенно потомству. Местные жители частенько фотографируют бобров и считают, что особых проблем у них нет. Но это не так. Поэтому консультация опытного охотоведа, прямо здесь, в центре города, не помешает. Как помочь бобрам? Я думаю, что просто нужно прорыть искусственные норы сделать и оставить их на месте. А им куда деваться? Лесов-то нету. Они в любом случае пытаются как-то приспособиться. Вот эти тоже приспособились. То есть то, что мы с ними будем... Ну, по сути, это ничего страшного. Нет, живут они себе и живут. Они же в своей жизни живут. Они никому не мешают. И мы им очень мешаем. Как известно, мы несем ответственность за тех, кого приручаем и кто живет рядом с нами. Общественники бьют тревогу. Нам не хватает опыта, как помочь животным. Но выход всегда можно найти. Мы специально сейчас смотрим, как им перезимовать и помогаем. Поэтому определена уже леспархоз, который будет завозить им постоянно корм свежий. И договорились с Дмитровским лесничеством, который будет нам давать этот свежий корм. Потому что старые ветки они есть не будут. А параллельно будет вестись работа по подготовке документов. Но вот с возможностью в дальнейшем их перевести. Многое зависит от поведения самих горожан. Не следует тревожить животных лишний раз, если они выходят на берег. Пока им приходится. Совсем не сладко. Заботятся мытищенцы не только о бобрах, но и о птицах. Им зимой совсем непросто выживать в городских условиях. Новые кормушки для пернатых сейчас все чаще появляются на территориях детских садов и школ округа. Ребята с удовольствием принимают участие в этой акции, ведь они знают, что их забота и поддержка могут сохранить жизнь пернатым. В детском саду номер 51 малыши впервые развешивали кормушки, а Алла Сталаева наблюдала за процессом. Всем известно, что зимой нужно подкармливать птиц. Но по сути это не просто доброе дело, а важная поддержка для пернатых в холода. Ведь без помощи человека им гораздо сложнее перезимовать в городских условиях. Вам много птичек прилетает? Ребята часто видят птичек на территории своего детского сада номер 51 «Елочка». Но оказывается, что зимний подкормкой птиц не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Важно не только правильно смастерить кормушку и повесить ее в подходящем месте, но и подобрать питание, которое подойдет именно для диких печук. Нет, 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 ты сам будешь. Оп, давай. Вот, молодец. Умница. Семечки должны быть сырыми и ни в коем случае не жаренными. Также птиц можно кормить крупой, крошками и черным хлебом. Подробную инструкцию о том, чем любят лакомиться пернаты, малышам раздали сотрудники детско-юношеского центра «Турист» и контрольного управления администрации округа. Детям важно это не просто рассказывать в формате «Повесить кормушку и насыпать», а рассказать для чего, как и некое экологическое воспитание, просвещение. И дети в формате наблюдения изучают тоже, получают какие-то новые знания. После того, как все кормушки были развешаны, малыши с радостью прочитали нам несколько новогодних стихотворений. Я елочка лесная, такая озорная. Ребята беспокоятся, боятся, что уколятся. Это уж время. Не смотрите, что мало. Все равно трясать пошла. И от песенки моей станем всем кругом теплей. В лесу теплей. Организаторы экологической акции надеются, что юные защитники животных и птиц сделают еще не одно полезное дело и установят подобные кормушки уже вместе с родителями во дворе своих домов. Кстати, добрые дела спешат творить мытищенцы самого разного возраста. Особенно наглядно волонтеры проявили себя в этом году. Итоги года подвели на минувшие недели во Дворце молодежи. В торжественной обстановке чествовали людей, которые своими добрыми делами помогали окружающим в течение всего 2018-го. В ходе мероприятия также наградили и лауреатов молодежной премии главы округа «Доброволец мытищ». Слово Жанне Оловянниковой. Вот он самый напряженный момент года волонтеров. Года, когда стало понятно, добровольческое движение в стране и в округе набирает серьезные обороты. Хочу сказать всем огромное спасибо за всю эту работу, за все ваши сердца добрые, открытые, за все, что вы делаете для окружающих. Добровольцы округа приняли участие в более чем 150 мероприятиях всероссийских, таких как патриотическая акция «Бессмертный полк», чемпионате мира по футболу, когда наших ребят увидел весь мир. Незаменимыми они оказались и в акциях «Свет в окне», в которой молодежь помогала ветеранам и пожилым людям. Наш лес, посади свое дерево, где волонтеры сажали молодые деревья на территорию округа и многих других. Результаты мы оцениваем как очень позитивные, на достаточно высоком уровне. Можно, конечно, результаты оценивать в цифрах. У нас волонтерский корпус «Ладья» официально насчитывает 250 человек. Из них 170 уже имеют волонтерские книжки, в которых фиксируют свои волонтерские дела. Более 10 тысяч георгиевских ленточек раздали волонтеры. Сдали около 30 литров крови. Впрочем, волонтерство – это не про цифры. Ребят, принцип которых – хочешь быть человеком, помоги другому – наградили благодарственными письмами. Ветеранам помогал вместе с мамой, сажал деревья. Мир сейчас не такой настолько добрый, чтобы… Ну, не все могут помочь друг другу, потому что некоторые бывают сложные ситуации, и не могут просто сами себе помочь. И волонтеры, они помогают. Это интересно, занимательно. То есть и молодежи, то есть есть куда идти, то есть они могут помочь. И людям даже как бы… Им скажут спасибо, и они уже достаточно довольны. В этот вечер определились и лауреаты молодежной премии главы округа, «Доброволец Мэтич-2018» в различных номинациях – от помощи людям с серьезными заболеваниями до организации чемпионатов по брейк-дансу. Такие волонтеры проводят во Дворце молодежи и ДК Яуза. К нам приезжает очень много участников, больше тысячи участников, больше трех тысяч зрителей иногда бывает. На последнем мероприятии, которое проходило в ноябре, мы привозили бывшего мужа Мадонны. Это танцор с великой историей, с большой историей. Танцор брейк-данса заявил очень много разных кубков, побед. Год волонтеров завершается, но череда добрых дел, обещают активные юноши и девушки, продолжится. Хорошие дела, особенно в канун самого волшебного праздника, творить особое удовольствие. Роль доброго волшебника на этой неделе примерил и министр здравоохранения Подмосковья. В четверг Дмитрий Матвеев совершил большую рабочую поездку по медицинским учреждениям Северообласти. Побывав в Сергиевом посаде и Пушкино, руководитель Минздрава направился в Мытище, где встретился с коллективами поликлиник номер 2 и 3, ознакомился с работой Московского областного консультативно-диагностического центра для детей, а самое главное – поздравил с наступающим Новым годом маленьких пациентов лечебного учреждения и подарил им подарки. Внимание на экран. В Московском областном консультативно-диагностическом центре министра здравоохранения встречают врачи и маленькие пациенты. Здесь оказывают помощь детям с серьезными кардио- и гастропатологиями, тяжелым течением бронхиальной астмы, сложными генетическими заболеваниями. Принимают ребят со всего Подмосковья. Пришел всех с Новым годом поздравить, как Дед Мороз. И подарить вам хоккей, чтобы сборная России уже готовилась с пеленок. Шестилетний Николай сейчас проходит курс реабилитации. С мальчиком работают сразу несколько специалистов – дефектологи, логопеды, нейропсихологи. Обстановка домашняя, мама рядом. Появление гостя с подарком, конечно, вызывает восторг. Когда идет все вместе в комплексе, медицинская реабилитация и получается как педагогическая, потому что логопедия, да, дает очень хороших результатов. В день в консультативно-диагностическом центре принимают около ста детей. Здесь применяются современные технологии лечения и реабилитации. Мы единственные в области, которые оказывают помощь по определенным профилям, которых нигде нет ни в одной больнице области. Это ревматология, кардиология, это так называемая тяжелая гастроэнтерология, болезнь Крюлона, синдром алиабсорбции, синдром короткой кишки, язвенные колиты. Это тяжелое течение бронхиальной астмы, которое требует геноинженерной терапии. Также уникальность нашего центра в том, что здесь расположено отделение муковицидоза, это является редким орфанным заболеванием. И специалисты нашего центра, высококвалифицированные врачи, помогают в лечении этих сложнейших заболеваний. Кроме того, специалисты центра и медицинских кафедр, которые базируются в центре, выезжают на приемы и в отдаленные районы области. А потому сертификат на покупку 12-местного автобуса, который вручил медикам министр, лучший подарок к Новому году. Вот эти выездные поликлиники, выездные приемы узких детских специалистов помогают работать абсолютно всем медикам на территории области. Мы договорились, что на следующий год эта работа станет еще более интенсивнее, чтобы все вот те проблемы, нехватки узких специалистов в небольших детских поликлиниках, в небольших районах мы закрыли силами вот такой выездной работы. Проект из месяца в месяц набирает обороты. То есть если мы начали где-то со ста детей, то сейчас мы реально за выезд осматриваем до 350-500 детей. Сейчас решается и вопрос переоборудования чердачного этажа центра под медицинские нужды. Министр пообещал по возможности помочь. После осмотра больницы министр пообщался с коллективом, выслушал пожелания. Это традиционная практика, чтобы определить приоритеты работы в сфере здравоохранения на ближайшие три года. Звучали вопросы по социальной ипотеке, стажировкам, закупкам нового оборудования. Потребность сейчас лечебных учреждений в оборудовании 21 миллиард. У нас на следующий год есть 7 миллиард. Поэтому я каждого главного врача вызвал, вот так вот посадил перед собой и сказал, скажи, что на следующий год для тебя является самым приоритетом. И все закупим, но то, что больницам реально нужно. Для нас очень важно внедрение электронной истории болезни. Чтобы мы могли проследить путь пациента с момента его рождения до того, как он попадает в социал. Вы не представляете, как мне это важно. Чудесы обещать не буду, врать я тоже не люблю. Большие планы по доработке программного обеспечения. Но в следующем 2019 году мы сосредоточимся на поликлинике. То есть мы должны оснастить компьютерами на следующий год 5,5 тысяч рабочих мест, допилить все-таки нашу программу ЕМИАС, а в 2020 году займемся платной стационарной. Кроме того, в Подмосковье планируется строительство многопрофильных стационарных детских клиник. Одна из них появится в Красногорске, участок под вторую сейчас выбирается. Так, чтобы одна была на западе, другая на востоке области. В округе работы в этом направлении тоже ведутся. В 25 микрорайоне возводится детская и взрослая поликлиники. Идет ремонт в поликлинике номер 3. Почувствовать себя Дедом Морозом может каждый. Такую возможность предоставляет Мытищинский МФЦ. Недавно в основном офисе на улице Карла Маркса появилась необычная елка. Украшена новогодняя красавица небольшими открытками. В каждой заветное желание ребенка на Новый год, которое может исполнить любой желающий. В их числе оказалась моя коллега Анна Мусаликина. Забегу вперед и скажу, что сразу после съемки она отправилась в магазин, чтобы выбрать подарок одной из воспитанниц детского дома. «Елка добра» теперь украшает холмы Тищинского офиса МФЦ. Наряду с обычными игрушками на ее ветках размещены маленькие открыточки, в которых написаны имя и возраст ребенка, и его желание на Новый год. Сделать подарки таким образом мытищинцы могут воспитанникам Ратисловской специальной школы-интерната, Мытищинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преображение», а также маленьким пациентам отделения гемодиализа в МГКБ. «Елка была организована 1-9 числа. Буквально в течение одного дня были разобраны подарки, открытки. Вчера была запущена вторая акция «Елка». Большинство открыток разбирают наши операторы. Спасибо им за это огромное. Мы призываем всех жителей города Мутища участвовать в нашей акции, потому что дети очень сильно ждут подарков». Среди Дедов Морозов очень много сотрудников МФЦ, и некоторые из них не ограничиваются, исполнив желание одного ребенка. Так, например, Василина Сергеева подарила праздник 15 ребятам. «Очень захотелось помочь детям, захотелось побольше охватить. В группу детей я обратилась к своим друзьям. В том числе есть друзья из администрации города Мутища. Огромное спасибо за то, что они откликнулись. Большая часть подарков, надо сказать, была от Дуда. Подарки все замечательные. Я думаю, что дети останутся довольны. Во всяком случае, мне звонили, и все рассказывали о том, что выбирали подарки, ну, ровно как для своих детей». Главное – прикрепить к подарку записку, чтобы он попал в нужные руки. Еще можно дополнить свою посылку сладкими угощениями или открыткой с поздравлениями. Приобретенные подарки необходимо привезти в офис МФЦ до 25 декабря. Их с удовольствием примут администраторы. А затем начнется волшебство. Сотрудники МФЦ превратятся в Деда Мороза и Снегурочку и отправятся в гости, чтобы поздравить с Новым годом лично каждого ребенка. Неудивительно, почему мытищинцы так быстро исполнили пожелания детей. Действительно, остаться равнодушными к этой акции невозможно. Поэтому не знаю, как вы, но этим вечером я буду выбирать подарок Ирине. Ей 9 лет. Праздничное настроение и у жителей мытищинского дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов. Там вовсю идет подготовка к Новому году. Принимают гостей и радуются подаркам. И надо сказать, что круг добрых знакомых увеличивается год от года. Кто на этот раз и чем порадовал мытищинцев преклонного возраста, смотрите в следующем сюжете. Для сотрудников и жителей дома-интерната в Белениново гости всегда большая радость. Но сюда никто с пустыми руками не приезжает. Тем более в преддверии Нового года. 17 декабря учреждения посетили специалисты сети московских медицинских клиник. Первое знакомство состоялось в рамках новогоднего мастер-класса. Будем с вами делать ангелочек. Смотрите, я выдаю каждому вот по такой основе. Из этой основы у нас будут ножки нашего ангела. Цель занятия – сделать необычную елочную игрушку. Доктора и жители дома-интерната решили объединить усилия. В итоге получились вот такие милые вещицы. Но, конечно, медики сюда приехали. Не только за этим. Самое главное для наших проживающих – это медики, которые будут на протяжении всего следующего года следить за их здоровьем и возьмут над нами шерство. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что это для нас новое направление. И мы очень рады этому знакомству. Важно, что теперь необходимое обследование можно будет провести лежачим больным. Раньше нередко возникали проблемы с транспортировкой. Но максимальное количество исследований постараются делать на месте. Врачи будут сами приезжать к пациентам. Мы предварительно разговаривали с руководством этого учреждения. И нам были поставлены задачи по специализациям врачей, которых не хватает, людям, которые здесь находятся. Это представители как узких, так и широких специализаций. Терапевты-кардиологи, и врачи лор-направлений, и неврологи. И посещение дома престарелых, и шефство на нем, если, я думаю, у нас все хорошо получится, сегодня пройдет, то это станет систематическим мероприятием. С дома престарелых у нас в первый раз взаимодействие. Но я думаю, что мы справимся с этой задачей. Все участники мероприятия надеются, что сотрудничество будет плодотворным. А впереди у жителей дома-интерната еще много сюрпризов. Очередных гостей здесь ждут в субботу, 22 декабря. Поздравления на этой неделе принимали и члены Мытищинской организации «Ветеран». Но пока не с наступающим Новым годом. Общественной организации исполнилось 35 лет. Торжественное мероприятие провели в 31-й школе. В холле учебного заведения была организована выставка творческих работ участников первичных ветеранских организаций. А в зале звучали слова благодарности за их большую и очень важную работу. И поздравления с праздником. Дарья Ильинская продолжит. Почти 29 тысяч ветеранов проживают в округе Мытищи. Среди них есть те, кто даже, выйдя на заслуженный отдых, не оставили своего рвения в делах благоустройства и процветания нашего округа. Через наши первичные ветеранские организации мы охватываем сегодня 5704 ветерана. Поэтому у нас задача очень большая сегодня – создавать новые первичные ветеранские организации. И молодое поколение ветеранов, их надо привлекать на общественную работу. Мытищинской общественной организации «Ветераны» исполнилось 35 лет. В этот юбилей активисты золотого возраста собрались в 31-й школе не случайно. Ведь это они по праву считаются хранителями истории округа. Их стараниями и усилиями сохраняются городские библиотеки. Совместно с управлением образования ветераны составляют план патриотических мероприятий на весь учебный год и не позволяют искажать исторические факты в летописи нашей страны. Уже больше трех десятков лет они рассказывают школьникам о войне и мире. Общественная организация «Ветеран» – это единственная эффективно действующая общественная организация на территории городского округа Мытища. Почему эффективно действующая? Потому что она сейчас, как можно говорить, социально ответственная. Без вашей организации не принимается решение ни по одному важному вопросу городского округа. Как раньше, так и сейчас ветераны занимают активную позицию в решении социальных вопросов и в духовно-нравственном воспитании молодежи. Но главное, что в первичных организациях они поддерживают друг друга и общаются. Занимаясь общественной работой, у них остается время на внуков, правнуков и на творчество. Выставка работ в фойе школы еще раз подчеркивала, какие заслуженные люди собрались в зале. Заслуженных людей здесь много. Им нравится активно жить. И возраст в этом не помеха. Они бодры и продолжают жизнь любить. В кино, в театры и на танцы. Они как в молодости первые бегут. Прекрасное влечет их. И поэтому второго приглашения не ждут. На выставке творческих работ были представлены хорошо известным и тищенцам миниатюрные храмы Владимира Яковлевича Гуральника, флористические картины, блокадницы Марины Дмитриевны Львовой и работы других ветеранов, которые, кажется, до сих пор хранят теплоту их рук. На праздничном мероприятии в честь юбилея председателям и участникам первичных организаций вручили памятные грамоты, благодарственные письма и подарки. Для людей, которые с юности привыкли делать все возможное на благо страны и гордиться своей малой родиной, появился еще один повод для радости. Состав Балтийского флота пополнил новый ракетоносец, которому почетно присвоено имя «Мытищи». Вчера на борту малого ракетного корабля был поднят военно-морской флаг и кораблю присвоено наименование «Мытищи». Почти 400 человек собралось в зале. Почетных гостей приветствовали юно-армейцы. Для них со своими лучшими концертными номерами выступили коллективы и ансамбли мытищинских школ и ДК. В стихах и песнях звучали слова благодарности ветеранам. Дай Бог всем им здоровья, а нам, молодому поколению ветеранам, брать с них пример. А в 24-й школе свой праздник. Вот уже шестой год подряд в эти волшебные зимние дни на сцену этого общеобразовательного учреждения выходят необычные дуэты – ученик и наставник. Неизменно участникам вокального конкурса «Две звезды» – так называется мероприятие – предлагают подготовить песню на определенную тему. В этот раз певцам предложили пересмотреть советские фильмы и выбрать самую добрую музыкальную композицию. И неспроста организаторы Мытищинский школьный парламент и управление образованием окружной администрации посвятили мероприятие студенту Василию Сметанину, который не первый год пытается встать на ноги после ДТП. Число участников вокального конкурса «Две звезды» растет. В этом году в мероприятии принял участие 21 дуэт. Да, это традиция. В шестой раз на сцену 24-й школы поднимается не один, а два исполнителя – учитель и ученик. Древние философы утверждали, что музыка – это величайшая сила. Это действительно так. Музыка творит чудеса. Она может заставить любить человека, заставить ненавидеть, прощать, верить. Надеемся, что сегодня конкурс, который будет проходить, и на котором вы сегодня присутствуете, вас порадует. Для этого организаторы мероприятия, члены Матичинского школьного парламента и сотрудники управления образования окружной администрации, они же члены жюри, предложили конкурсантам в поисках творческого материала обратиться к советским кинофильмам. Наш Матичинский школьный парламент не просто так выбрал тему сегодняшнего конкурса «Добрые песни отечественного кино». Я желаю всем участникам нашего конкурса успешного выступления. Например, выбор учеников 6-го класса 25-й школы и их педагога Виктории Шедловской пал на песню «Снежинка» из советского кинофильма «Чародеи». Нам очень понравилась эта композиция, потому что в прошлом году мы с своим отрядом ЮИД выступали здесь же. Это был фестиваль, то есть тоже школы собирались, это вот именно ЮИД. Нам понравилась эта композиция, мы вот решили собраться, повторить танец, но нет, мы его немного все-таки подкорректировали. Он у нас другой, не тот же самый, что и с отрядом ЮИД. А тебе нравится эта песня? Да, мне нравится. А почему? Ну, она, мне очень нравится петь высокие ноты, и для меня как бы это дается легко, но из-за того, что я немножко подболела, сейчас я не очень сильно могу это делать. Вот, ну, волнуешься. Да. Ника Оленик волновалась зря. Ее наставница взяла на себя исполнение трудных партий, и в целом выступление получилось удачным. И новый год, что в охотно станет, исполнив ты мечту твою. Если снежинка не растает, твои ладони не растает. Вспомнили? В этой песне поется о том, что в новогоднюю ночь случаются чудеса. Об этом хорошо знают и члены Мытищинского школьного парламента. В этом году они предложили участникам конкурса «Две звезды» и их болельщикам также пройти благотворительный марафон «Твори добро». Сегодня Мытищинский школьный парламент проводит благотворительный марафон. Он необычен тем, что объединяет сразу два мероприятия. Это вокальный конкурс «Две звезды» и благотворительная ярмарка «Твори добро». Все собранные деньги с благотворительной ярмарки пойдут на реабилитацию Василия Сметанина. Напомню, в марте 2015 года ученика 26-й школы Василия Сметанина на пешеходном переходе сбила машина. Он перенес несколько сложных операций и сегодня проходит реабилитацию. Школьники с энтузиазмом поддержали идею членов Мытищинского школьного парламента и активно принимали участие в новогодней ярмарке и мастер-классах. Я, допустим, занимаюсь баскетболом и не проще был бы с ним поиграть, потому что я профессионально занимаюсь баскетболом. И хочу, чтобы он все-таки побыстрее выздоровел и пускай деньги, которые пойдут на ребель летать, ему помогут. А чем же завершился конкурс «Две звезды-2018»? Итак, гран-при получил дуэт из гимназии номер 17. Первое место жюри присудило творческой паре из школы номер 29, второе из школы номер 32, третьими стали представители гимназии номер 1. А специальный приз отправился в поселок Поведники. Перейдем к спортивным событиям уходящей недели. Личные соревнования по стрельбе из электронной винтовки стали по-настоящему увлекательным приключением для десятков юношей и девушек, для которых стрельба – это не основной вид спорта. Но результат они показали впечатляющий. Как проходили состязания, расскажет Сергей Берзин. Электронная винтовка пока только осваивается. Бывалые спортсмены говорят, что она отчасти имитирует настоящую малокалиберную винтовку. Здесь нет пуль и бумажных мишеней, нет порохового дымка. Но азарт и нервная дрожь перед выстрелом никуда не делись. Есть и свое преимущество – стрелять и пристреливаться можно сколько угодно, не экономя патроны. А корректировать стрельбу и, значит, учиться можно намного быстрее. Кто-то может за три секунды выпалить все выстрелы, но не у всех взрослых это получается. А мальчишки даже подрастерялись, когда почти все их выстрелы ушли мимо цели. Но не растерялись девушки. Анастасия Кривоспицкая из клуба «Метеор» в первом же подходе выбила более 50 очков. В технике стрельбы из электронного оружия, во-первых, это дает некое разнообразие и интерес для детей. Это близко им по их жизни. То есть это в каком-то смысле компьютерные вещи. То есть это им близко. И здесь на соревнованиях они опять-таки проявляют свои лучшие качества. Лучшие качества – это умение собраться даже в незнакомой обстановке и с незнакомым техническим оборудованием. Таково основное требование стремительной, спортивной и не только спортивной жизни. Те, кто продемонстрировали эти качества, разыграли между собой первое место в специальной перестрелке – имитация боя в пустыне. Здесь надо не просто набрать очки, но и сохранить себя и стать первым. Завершаем выпуск новостями из картинной галереи. Там в преддверии Нового года открылась очень добрая и наполненная теплотой и воспоминаниями из детства экспозиция. Выставка называется «Волшебство советской елки». На ней представлено собрание новогодних елочных украшений и открыток 20 века из личной коллекции Аллы Рыкаловой. Дарья Ильинская побывала на выставке и сейчас расскажет, чем ей так понравились экспонаты. По хорошей традиции новая праздничная экспозиция картинной галереи становится новогодним подарком для жителей и гостей МыТЕЩ. Этот год не стал исключением. Путешествие в советское прошлое предлагают организаторы новой выставки в картинной галереи. Взрослые могут погрузиться в свои воспоминания от встречи самого главного зимнего праздника. А юные гости выставки смогут сравнить ретроэкспонаты с современными елочными украшениями 21 века. Более тысячи раритетов 30-х-80-х годов прошлого века рассказывают посетителям о том, как праздновали Новый год в Советском Союзе. Сейчас сложно поверить, но в истории нашей страны было десятилетие, когда за украшенную рождественскую ель в доме можно было лишиться работы, членства в комсомоле и партбилета. А после запрета советской власти сменились противопоставлениями советский атеистический праздник православному буржуазно-дворянскому. В 1935 году, в конце декабря месяца, было опубликовано постановление товарища Постышева в газете «Правда». Он писал так, не пора ли нам воссоздать нашу советскую елку. И вот с 1936 года по 1966 год был рассвет советской елки. Елочные игрушки, расписанные вручную, поздравительные открытки, карнавальные маски и билеты на новогодние праздничные представления, представила в новой экспозиции коллекционер Алла Рыкалова. Это уже не первая ее выставка, которая позволяет совершить путешествие в страну советов. Елочные игрушки собираю давно. Часть экспозиции – это предметы нашей семьи, наших многочисленных родственников, которые просто мне отдавали их чемоданами и коробками за ненадобностью. Ну, моя была задача их просто сохранить, систематизировать, и потом я просто этим заинтересовалась. С помощью игрушек можно легко проследить за ключевыми этапами в судьбе нашей страны. Каждая серия елочных украшений создавалась под влиянием важных исторических событий. Вот в стеклянных фигурках отобразился первый полет советского человека в космос. После премьеры фильма «Цирк» стали популярны фигурки манежных артистов и зверей. Нравилось детям находить на украшенной елке и героев русских народных сказок. Даже в страшные годы войны, несмотря на разруху и повсеместный дефицит, украшение новогодней елки было обязательным. Эта традиция напоминала о мирной жизни и придавала сил надеяться на скорую победу. Эти игрушки в ограниченном количестве делали старики и дети. Менялось время, традиции, но свои детские воспоминания от встречи главного зимнего праздника и веру в волшебство до сих пор многие стараются сохранить в своих семьях. Мандарины, грецкие орешки завертывали в фольгу, подвешивали и конфеты. А еще стояли валенки. А в этих валенках были обязательно подарки для меня. И я в эти подарки верила уже, когда большая уже выросла. И эти валенки я до сих пор ставлю своему сыну, который 28 лет, и кладу туда ему подарки. Украшения ушедшей эпохи на открытии выставки уже по достоинству оценили и современные дети. Расскажи, пожалуйста, здесь, что тебе понравилось? Ну, все. Потому что здесь про Новый год, а Новый год – мой любимый праздник. Почему тебе больше всего нравится? Ну, не знаю. Какой-то он волшебный. Хорошим подарком для всей семьи может стать поход на выставку в дни новогодних праздников и школьных каникул. А если кто-то соберется в галерею еще до Нового года, то узнают правила и секреты украшения елки, чтобы после боя курантов под ней оказалось как можно больше подарков. Таковы были главные события уходящих семи дней. Команда Первого Матищинского работает для вас.